МОСТ РАДИО и Приволжское географическое общество представляют Программу для тех, кто твёрдо может сказать о себе Я путешественник Программу для тех, кто только собирается заявить миру Я путешественник Программу для тех, кто никогда не скажет Я путешественник Потому что скромный Я путешественник Реальный тревел-историй от реальных людей Каждый понедельник в 19 часов На частоте 102,8 FM Добрый вечер, добрый вечер, друзья Если вы готовы к путешествиям, тогда поехали Почему? Потому что прямо сейчас На частоте 102,8 FM Отправляемся вместе с МОСТ РАДИО И Приволжским географическим обществом Покорять места, города и страны В радиопрограмме Я путешествую И сегодняшний наш тревел-гость программы Всеволод Броварник Человек, который расскажет о поездке к истокам Трёх великих русских рек Волги, Днепра и Дон Добрый вечер, Всеволод Добрый вечер Соответственно, сегодня со Всеволодом Будем говорить именно об этих реках О Волге, о Днепре, о Доне О тех местах, где они начинаются И о тех местах, которые можно посмотреть рядом Поэтому свои вопросы, свои комментарии Свои послания Отправляйте, пишите на смс Вайбер, ватсап номер 8-927-391-0101 Также можно написать в группе ВКонтакте vk.com.moz.radio.pnz Или в Фейсбук Пишите где угодно Мы будем с удовольствием принимать все ваши послания Будем по максимуму отвечать на ваши вопросы Ну а пока А пока хотелось бы узнать об идее Как вообще пришла такая идея Отправиться на истоки Волги, Днепра и Дона Ну, в общем-то Три реки, которые Меня всегда интересовали Которые протекают по европейской части России Понятно, что сибирские реки там есть более мощные Это Волга, Днепр и Дон В основном Вот все остальные являются практически их притоками Ну, кроме северо-западной части Где там Двина и так далее Вот И я как-то начал смотреть карты С Википедией на предмет Где, что и как И обнаружил, что Эти все три реки практически Ну, из одного места начинаются географически Там больше трехсот километров Пробега между ними нет С точки зрения планеты Это вообще одна точка, по сути Да-да-да И как, вот Загорелся идеей туда отправиться? Ну да, захотелось посмотреть Начал считать маршруты Вот Ну и где-то эта, в общем-то, идея жила у меня два-три года Пока она не реализовалась в мае прошлого года Вот Ну и так как, в общем-то, еще стало еще интереснее Потому что поехали мы на 9-майские праздники А фактически весь маршрут проходит по Рубежу Московы, обороны Москвы Места боевой славы Места боевой славы, конечно Но с точки зрения патриотизма Все-таки вернемся к тому, что мы находимся в Пензенской области А как же наши реки? Как же Сура, Пенза, Пензятка, Хапер? Ну, на истоках Хапра я тоже был На истоках Суры Надеюсь, что побываю Вот, так что Ну, тут все ближе Тут все ближе? Ну, наверное, решил потренироваться все-таки сразу на большом Да, ну, тут, как, в общем-то, обычно Местные достопримечательности замечают редко Ну, если говорить о маршруте Который был построен Приблизительно, как он строился От какой реки От какого истока К какому истоку отправлялись? Ну, в общем-то, маршрут строился Исходя из где-то дневных пробегов Оптимально Поэтому он был построен Дон, Днепр, Волга И, соответственно, он прошел через города Рязань Но это мимо Тула Калуга Вязьма Ржев После Ржева сразу Там не очень далеко Тоже 200 километров до истоков Волги И далее Тверь Москва Пенза Где-то 2500 километров на круг получилось Ну, довольно-таки большое путешествие На самом деле Сколько это заняло по времени? Это заняло 4 дня Ну, это Довольно, скажем так В напряженном графике У нас было два водителя Это позволило И в первый день Мы в результате Отходили ногами 25 километров То есть это Скажем так Довольно спортивно Почему так получилось? Что с логистикой как-то не так? Не так вы рассчитали? Ну, нет Просто в первый день у нас получилось Что, собственно говоря Начали мы снова в Московской Где исток Дона Потом В Туле мы видели Бессмертный полк А В Вязьме уже видели салют В освещенный Дню Победы Интересный растянутый день получился Да, да, да То есть Он начался в 6 утра Мы доехали до Новомосковска Вот И в 22.00 Мы заселялись в Вязьме Первое место ночевки было Ну, вот здесь у нас первое сообщение Пришло на номер 8-927-391-0101 Дмитрий спрашивает Что там смотреть? Ручейки, ручейки Был я там Ну, скажем так Глядя на ручеек Волги А Волгу я вообще объехал Вот Нету Ни одного Административного Подразделения Нашего Российского Где бы я не был На берегу Волги Вот сравнивая С чего Волга начинается И как она заканчивается В Астрахани Это вот Ну Собственно говоря Вот Как ты понимаешь Что вот из этого Получается Вот это А плюс еще Водохранилище Которое Волгу расширяет Во многих местах Да То есть Вот Собственно говоря Очень интересно Посмотреть На то С чего все это Начинается Ну вот Первое место Где остановились Это получается Был исток Реки Дон Да Здесь Разочаровал Данный исток Или все-таки Очаровал Потому что На самом деле Исток реки Дон Он в парке Ну В общем-то Я Признаемся в этом честно Он действительно Находится в парке Он Скажем так Есть Два варианта Да Да-да-да Существует Несколько версий Но с учетом Водохранилища Там Есть определенные нюансы Да С учетом Водохранилища С учетом Железной дороги Которая разделила Там кстати Волгодонский бассейн Он там минимален Даже против Безлучины Дона Которые Вот где Собственно Под Сталинградом То все было Под Волгоградом Вот Там Минимальное расстояние Считается Там еще меньше То есть там Бассейн Волги И бассейн Дона Они разделяют Фактически Железной дороги И вот считается Что там С местного Иванозера Оно по-моему там называется Да-да-да Который сейчас Входит в часть водохранилища И по сути его уже нет Да Поэтому вот начинается То есть Раньше начиналось оттуда А Собственно говоря То что я еще читал В парке Это начинается Подведенная водопроводная вода Фактически Ну кстати Есть такая Версия И даже более того Технические возможности Для этого Да вот Ну в общем-то Так как я посмотрел Оба варианта И то болото С которого начинается Сейчас Начинается Дон Фактически И обустроенное место То я в принципе Остался вполне доволен Ну считается Что Дон Это такая Казацкая река Особенно В тех местах Где она протекает По Ростовской области И так далее Вот чувства Вот эти вот казацкие Появились Глядя на этот Небольшой ручей Ну нету Там она еще Не казацкая Там она какая Ну Там она В общем-то Примерно Как ее приток Хопер Такая же Милая Небольшая Интересная Ну вот Мне удалось побывать На том месте Где хопер Падает в Дон Я думаю Что об этом Мы отдельно поговорим Потому что он там Далеко не милый И далеко не небольшой Но об этом Чуть попозже Сегодня напомню Мы с вами говорим О поездке Которая состоялась К истокам Трех великих русских рек Волги, Днепра и Дона Пишите свои сообщения Задавайте все Свои вопросы Смс вайбер Ватсап у нас работает 8-927-391-0101 Группа ВКонтакте Тоже у нас открыта Для ваших посланий Всегда есть что вспомнить Программа Я путешественник Сегодня в радиопрограмме Я путешественник Мы виртуально путешествуем По истокам Трех великих русских рек Волги, Днепра и Дона Именно там Совсем недавно Оказался Всеволод Броварник Наш сегодняшний гость Именно ему Вы можете Сдавать свои вопросы Присылая их на 8-927-391-0101 Это смс Вайбер Ватсап сообщения И группа ВКонтакте ВК.ком Слышь Мост Радио Пензер Пишите Будем с удовольствием Читать ваши послания Например, такие Николай спрашивает Какие поездки Запланированы На 2020 год Ну Запланировано Было много чего Но В связи с текущей Обстановкой Все сложно Одна из поездок Была на этот год Давно тоже запланированная Но это уже Не внутрироссийская Планировал На машине Доехать до Стамбола Через Грузию Вот так Да Коротенько Всего-то километров Так на 6-7 Ну Это туда-обратно Туда-то там Где-то 3,5 Получается Да Где-то в этом районе Так что на самом деле Планов-то много И могу сказать Что у туристов Настоящих Ноги чешутся Постоянно Есть такая примета Что если ноги чешутся Куда-нибудь дальше поедешь Так вот Ноги чешутся А простой Определенный Есть небольшой Но все-таки Не будем о плохом Будем о хорошем Будем вспоминать Те впечатления Которые были получены Итак Началось все С истоков Непосредственно уже Дона Да И мы поговорили Что после Дона Отправились В замечательный город На мой взгляд Да и не только На мой взгляд Это город Тула Да Город Тула В общем-то Тульский Кремль Тульские самовары Тульские пряники Ну Со своим самоваром Заезжали? Нет Почему? Ну Мы хотели Приседиться к местным Дорого Но местные самовары Я не знаю Наверное И золотые Как минимум Хотя снаружи Это незаметно Потому что Некоторые люди есть Которые Как говорится Делают все От противного И едут в Тулу Со своим самоваром И даже со своими пряниками Потому что считают Что это дешевле Возможно Но вот В фирменном Магазине Тульских пряников Нам сказали Что со своим пряниками Нас бы туда не пустили Там есть и музей пряников Тоже интересное место Которое обязательно Стоит посетить Всем тем Кто любит сладости И вообще любит историю Наверное В большей степени Именно историю Если говорить о городе Все-таки Город Изменяется Город улучшается С точки зрения Туристической инфраструктуры Я думаю да Сейчас в общем-то Все города Они обретают Что-то в рамках Туристической привлекательности Сувенирные продукции Там есть везде Вот Кремль представлен Кремль Небольшой, но симпатичный Небольшой, но симпатичный Соответственно Там Соборы Места воинской славы В конце концов Этот город пытались С двух сторон взять Немецкие войска С востока и запада У них ничего не получилось Поэтому не даром Город-герой Вот Собственно да Там Вокруг этого Все и крути Ну и пряники Самовары Все хорошо Город достойный Для посещения Оля написала Вопрос для Севы Есть ли какие-либо Мифы, легенды, предания Связанные с этими реками На которых удалось побывать Вот этим я Как-то слабо Интересовался Ну вот я точно могу сказать Что про дедушку хопра Есть легенда Притом даже несколько Легенд про хопер Но это наши Местные речки А это все-таки Всероссийские Большие Ну по крайней мере Когда я изучал информацию Я конечно В этом направлении Не копал Но Вот не встречал я Вот Вот так вот Чтобы в явном этом Но теперь стало интересно Теперь поищу Селенаправленно Я думаю Что даже нужно Придумать что-нибудь Почему Почему например Река вытекает Из-под камня в парке Это же какая Городская легенда Какой классный вариант Да-да-да Ну получается Продолжаем движение Мы по очередным рекам После Тула Куда отправились Какая была очередная река Что удалось посмотреть После Тула Отправились в сторону Днепра Но в этот день До Днепра Не доехали Там соответственно После Тулы Была Калуга И соответственно Все что связано С космонавтикой Потому что Этот город Продвигает Именно это направление Своей туристической Привлекательности И там есть Что продвигать И там есть Что продвигать Да Там в общем Там огромный музей Космонавтики Там Ракета Союз Натуральное величино Что уже достойно Чтобы это дело Посмотрели Ну и плюс Интересная Историческая часть Она там Все таки Как-никак Сохранилась Да Торговые ряды Потом в центре города Есть очень высокий Красивый мост Который находится Рядом с торговыми рядами Так что Калуга Несмотря на Может быть Обладающий Какой-то Меньшей Известностью Чем Тула Все равно Город Который стоит Посетить По крайней мере В рамках Такой поездки Там даже Есть интересные В общем-то Храмы При монастыре Там же На высоком берегу Вот То есть Там есть Что посмотреть Со многих Сторон Следующий Исток Следующая река Это уже Я так понимаю Был на следующий день Или там Чуть дальше Это был Да На следующий день Между Вязьмой и Ржевом Вот Это был Днепр Вот Днепр В общем Среди истоков Понравился больше всего Это Великая Русская река Или Великая Украинская река Как это считать А это вообще Очень сложно считать Потому что Половина ее Скажем так Протяженности Протекает Про территорию Российской И Белорусской Соответственно Половина поукраинской Я так считаю Что это В общем-то По происхождению Это Великая Русская река Но так Это река Которая объединяет Все три славянских народа Великая Славянская река Великая Славянская река Да Она объединяет Все три славянских народа потому что например данную программу запись данной программы могут посмотреть в украине сказать что ребята ну что же вы говорите то это же наша река ну да в общем у меня у самого отец и вот там нет не про скажем так нравится больше мне кажется это визитная карточка от визитных карточек города и естественно и ниже по течению депр я видел в том же самом днепре как его сейчас называют вот так что и когда в свое время ездил в крым пересекаешь там соответствующем месте . то есть она она там покоряет река махина но начало то где а вот начало как раз у нас получается то есть граница тверской и смоленской области до сычевский район небольшое болотом шара на котором мы были там сейчас возле него до этого там все было очень слабо проходимо вот прок к прошлому году вот как я потом прочитал отсыпали хорошую грунтовку качественную прямо до него до этого там 5 километров было тяжело проходимой местности вот там построен монастырь открыт и там в общем то скажем так вот если в домомосковске и волговерхе там в общем то уже все давно в этом плане обустроена именно туристическую составляющую то в этом стоит на истоке днепра стоит простая часовинга то есть пафоса нет нету пафоса все так это в общем то ну и соответственно в общем то там мы магнитик купить там нельзя но с другой стороны эти палатки магнитиками не портят первозданность алексей спрашивает так расскажите насчет хопра и дона мне кажется здесь я могу рассказать так вот вместо падения хопра в дон это очень глухое место и хопер там шириной ну где-то метров наверно 50 а то и больше вот место реально глухой для того чтобы в это место попасть мне лично на машине пришлось ехать очень долго потом два часа идти по каким-то там кустам чтобы попасть в это место но об этом мы сегодня не говорим мы сегодня говорим с всеволодом броварником о волге днепре и доне точнее об их исток пишите друзья свои сообщения задавайте вопросы 8 927 391 0101 номер для ваших посланий и группа вконтакте vk.com мострадио пнз планета крутится только для нас программа я путешественник планета крутится для нас а мы крутим планету по крайней мере в рамках радиопрограммы я путешественник и сегодня мы прикрутили такие замечательные места как истоки трех великих русских рек волга и днепра днепр и дон именно там побывал всеволод броварник сегодня он делится своими впечатлениями от данной поездки а вы друзья присоединяйтесь пишите свои сообщения задавайте вопросы смс вайбер ватсап номер 8 927 391 0101 группа вконтакте vk.com мострадио пнз пишите и там мы с удовольствием будем читать абсолютно все ваши послания например такие были ли сплавы по этим рекам это я так понимаю сообщением а непонятно от кого не подписался человек ну плаву все таки я предпочитаю в карелии это тоже это отдельная тема в карелии у меня были два категорииных сплава вот но сейчас ты категорически согласился или категорически отказался категорически согласился карелии потому что это по-своему тоже прекрасное место да я думаю что про карелию мы как-нибудь отдельно поговорим потому что душа туда просится да там в общем то скажем так и в лам и кижи они стоят того чтобы туда хотя бы раз есть да и да и славки которые собственно тоже относится ну они на стыке карелии и архаргийской области еще один вопрос от данного человека опять-таки подписи нет не могу сказать кто его написал какой самый интересный путешествие был в жизни интересно интересно это сложный вопрос ну если из автомобильных самое интересное это было пожалуй самый продолжительное пенза алтай почти граница монголь и тоже прошлый год кстати прошлый год удался плану в этом году закон сохранения энергии да где-то прибыло где-то упало да 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 ну продолжаем мы говорите о тех путешествиях которые были именно к истокам трех русских рек волки днепра и дона и остановились мы но на днепре здесь мы поговорили о том что там находится небольшая часовинка никакого пафоса нет как по-другому еще это место обозначено где вообще что из себя представляет то место где начинается река ну это мушарские болота так называемые вот сычевский район это малинской области деревня ну не столь важно я думаю что это недалеко от границы тверской смоленской областей находится это место действительно в таком весьма забытым деревне бачарова бачарова да но указатель на днепр есть как он вытекает если мы говорили до этого что дон вытекает из камня то здесь днепр откуда днепр вытекает в общем то опять же часовня стоит как мне показалось не на самом истоке потому что ну прослеживается туда дальше там редколесии которые свойственны всем болотам вот там вокруг все это заболочено там мазки соответственно к тысячу не ведут вот и соответственно вот из этого болота вот видно она там туда дальше продолжается там собственно говоря начало этой реки кстати часовню по моему там в это проект часовню написано что ее свое время патриарх коллекции в 80-х годах он идет там осветил да если говорить о природе то природа истоков данной реки отличается от природы которая уже дальше по течению например уже на границе с украиной или границе белоруссии ну там-то она не отличается потому что там дальше там начинаются в том числе прицело знаменитые и так далее в общем а болот они немножко похожи и более того там на смоленской дороге леса 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 там леса то есть это все лесистая часть она отличается от днепра в южной степной части а тут в общем то они родственные то есть славянская природа на и есть славянская Да. Точно так же, как, в общем, Днепр в нижнем течении, он похож на дом своей степной части. Да, кстати, есть такой момент, могу согласиться с этим. Если говорить о том, что еще можно посмотреть по соседству, ну, если ради этого места мы не едем, то едем еще ради каких-то других достопримечательностей. Ну, собственно говоря, для любителей истории, для любителей темы Великой Отечественной войны, это исток Днепра, находится между Вязьмой и Ржевом. Самые кровопролитные бои, одни из самых кровопролитных, ну, пожалуй, по сравнению с ними, только вот Сталинградская битва может с ними сравниться. Ну и самые печальные и безуспешные в свое время были, вот. То есть там, соответственно, ну и плюс Вязьба, то же самое, она, как бы сказать, там Старая Смоленская дорога проходит, там перекрестие двух наших отечественных войн, 812-го и 41-го и 45-го годов. То есть тех местах били и тех, и других? И тех, и других. Там, соответственно, памятники советским военачальникам и, соответственно, российским 812-го года. С того времени. Да. Если говорить об этих местах, то большинство народа, которые отправляются в данный регион, они куда заруливают? Ну, не знаю. В этом вот, собственно говоря, в самой Вязьме еще что-то осталось от старых этих построек. Ржев разбомбили, по-моему, полностью. Там мемориальный комплекс, огромное мемориальное кладбище производится. Тут на нем мы были, производят очень сильные впечатления. Вот там все эти братские могилы и так далее. Но настоящих исторических достопримечательностей там уже, конечно же, нет. Ну, там нет. Ну, вот, если что, в Ржев, я опять же хотел насчет поездок попасть в этом году, там огромный мемориальный корпус, новый памятник, который стоит посмотреть, да. Ну, я думаю, что в этом году все-таки данная ситуация, она не постоянно будет, когда-то она закончится, и тогда мы отправимся в эти места для того, чтобы увидеть все своими глазами, тем более, что там есть, на что посмотреть. А пока, друзья, еще раз напоминаю, что сегодня мы говорим с вами о поездке к истокам трех великих русских рек – Волги, Днепра и Дона. Задавайте свои вопросы, присылайте свои сообщения, присоединяйтесь к нашей программе. Программа мы через номер 8-927-391-0101. Сегодня в радиопрограмме «Я путешественник» мы решили совершить весьма необычные приключения, необычную поездку к истокам трех великих русских рек – Волги, Днепра и Дона. В этом нам помогает Всеволод Броварник, который побывал в этих местах и сегодня делится своими впечатлениями. Свои вопросы задавайте, отправляйте свои комментарии, пишите. Все это на смс, вайбер, ватсап номер 8-927-391-0101. Ну а пока двигаемся дальше, пока сообщение к нам только приходит. Двигаемся дальше и следующим местом, следующим истоком был исток Волги. Да, исток Волги, где-то 240 километров от Ржева, по отличной дороге и очень пустой. То есть мы туда с трудом успевали, ну, долго заторчали в Вязьме, понравилось там. Вот, и хорошая пустая дорога позволяет хорошо по ней идти. Вот, успели на Волговерхе уже на закате, о чем совершенно не пожалели. Красивые виды. Отличные виды, в общем-то, днем, я думаю, не так впечатлило бы. Ну вот, Верхнюю Волгу, не знающие люди, которые там никогда не были, они, наверное, вряд ли могут описать, потому что чаще всего мы Волгу представляем такую, какой она есть в Саратове, предположим, там в Тольятти, Волгограде. Вот Верхняя Волга, на самом деле, она какая? Ну, Верхняя, Самая Верхняя Волга, там, в общем-то, это практически единственное место, где я могу стоять на обоих берегах этой реки. Вот. У многих такие фотки есть. У меня такой фотки нету, потому что это, ну, потому что многих есть, наверное. Вот. И второй момент, наверное, вот как проехавший, можно сказать, всю Волгу, могу сказать, что вот Верхнюю Волгу надо где-то смотреть, какая вот она есть. Именно Верхняя, это Тверь. Вот в Твери она, ну, что-то типа нашей Суры в нашем течении. Но при этом красивее или, скажем так, чувствуется в ней будущая мощь? Ну, я думаю, чувствуется, но я думаю, что это это. Что-то типа эффекта плацебо. Если говорить непосредственно уже о месте, из которого вытекает Великая Русская река Волга, что представляет из себя оно? Все традиционно для истоков рев. Болото. 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 Ручейки. Ручейки, именно. Причем первый ручей впадает в Волгу же не сразу. То есть в 10 километров первый приток. Нет. Она выбирает в себя первый ручей. Если говорить именно об архитектурном каком-то оформлении, то многие сейчас места, они оформляются красиво, какие-то или часовинки, или мостки и так далее. Что вот на истоках Волги? На истоках Волги часовинка. На истоках Волги стоит храм. Чуть в отдалении, соответственно. Дальше. Так как это верховьи Волги ходили в путь из Варягов в Греки, там, соответственно, вот чуть-чуть поодаль мы там нашли путевой крест, по которому, ну и записано, что он там не стоял, его туда перетащили из более глыких мест. Вот, но эти путевые кресты стояли на всем пути из Варягов в Греки. Там, соответственно, через эти леса, соответственно, по Волге, дальше Дон и так далее. Дальше, 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 и дальше уже, соответственно, в теплые края. Да. Вот здесь вот Сергей спрашивает, удалось ли увидеть камень памятный рядом с истоком Волги? Конечно. Вот рядом с ним фотографии даже есть. Что за камень-то? Налево пойдешь, в Волгу попадешь, направо пойдешь, в Греки попадешь? Нет, большой камень, и описание, что тут начало Великой реки Волги и так далее. Дословно я сейчас не помню, которая протекает там 3000 с чем-то километров. Там-то-то вот. Но надо еще сказать, что рядом с этим камнем, если попасть в нужное время, можно посетить разнообразные литературные или окололитературные мероприятия, потому что там есть такие скамеечки, красивый вид, рядом вот этот, опять-таки, храм находится. Вообще место, конечно, симпатичное. Да, тут, в общем, тут бесспорно. Это место на втором, пожалуй, месте из всех этих трех истоков, которые я увидел. Ну, первое испортило то, что оно в городском парке. Нетипично для начала реки. Нет болота. Если говорить о достопримечательности, которые можно там увидеть по соседству, и опять-таки о наших любимых магнитиках, которые мы часто вспоминаем во время поездок, там-то их можно где-нибудь прикупить? Там их можно прикупить, но мы, правда, уже, мы застали только самого последнего, самого стойкого продавца магнитиков. Остальные свернулись, поэтому на закате Волга прекрасно, во-первых, прекрасный вид, во-вторых, уже не так много продавцов магнитиков, но купить их можно. Магнитики, тарелочки, что угодно. Где останавливаться вообще во время таких вот поездок? Насколько много там гостиниц, каких-то мест размещения? Ну, у нас, в общем-то, скажем так, так как хронометраж подсчитан, давно уже катаемся, поэтому точки размещения были, соответственно, первая Вязьба, второй Торжок под Тверью уже, но туда мы доехали уже почти в первом часу ночи, вот. И третья у нас получилась под Москвой, но там просто к друзьям заезжали. Вот, таким образом, ну, скажем так, в одно ехал бы я один за рулем, вот, скорее всего, распланировал бы немного по-другому, и второй день у меня бы закончился в Ржеве. Вот, а в Ржеве есть, естественно, везде есть хостелы, вполне приличные хостелы, вообще приличные гостиницы, двухместные вязьбы гостиницы вообще понравились, отличные. Вот, небольшая, уютная. Количество туристов, насколько их много людей, которые ездят по данным местам, смотрят это все своими глазами? Ну, вообще, вот, так как это были праздники, довольно много, и причем, в общем-то, там автобусы с иностранцами. Потому что бич последнего времени — это китайцы, которые везде, которые выходят и начинают громко пофотографировать, громко обсуждать все эти виды, которые находятся перед ними. Вот китайцев не видел, кстати. Повезло, повезло, могу сказать. Да, видимо. Кто был? Кто вот немцы, чехи? Кто это все посещает? Ну, немцы были точно. Видел японцев, потому что они не громко кричали, потому что, ну, азиатская внешность не громко кричали, это явно не китайцы. И с самурайскими мечами. Ну, этого не было. Вот, то есть автобусы с Москвы туда приходят. Ну, не именно на эти, на истоки. Я говорю про города, которые там, Тула, Вязьбуржев, то есть народ ездит. Ну, надо понимать, что все-таки целью вашей поездки был совместить природный, скажем так, туризм, места истоков и места достопримечательностей, которые находятся рядом. Я думаю, что данная поездка удалась, еще немножко об этой поездке мы поговорим. Осталось у нас немножко времени. Есть еще время для того, чтобы принять, друзья, ваши вопросы на смс вайбер ватсап номер 8-927-391-0101. Так что пишите, отправляйте свои послания, задавайте все вопросы по поводу нашей сегодняшней поездки виртуальной к истокам трех великих русских рель Волги, Днепра и Дона. Яркая коллекция тревел-историй. Программа «Я путешественник». Всегда не хватает времени для того, чтобы поговорить об интересных местах, об интересных поездках. Так вот, сегодня как раз та самая интересная поездка, про которую стоит, наверное, поговорить бы еще бы отдельный, может быть, еще часик. Сегодня мы говорим с Всеволодом Броварником о поездке к истокам трех великих русских рек Волги, Днепра и Дона. И, наверное, не вспомнили мы некие достопримечательности Твери. Ну, в общем-то, и Тверской губернии в целом. Там Селигер в районе Осташково, который стоит отдельной темы, отдельной поездки. Там красивейшие места. Вот. Сама Тверь, город, который, если бы ему чуть-чуть больше повезло в свое время, стал бы нашей столицей вместо Москвы. Да, вполне возможно это было. Да, и, кстати, Тверичане об этом помнят. Вот, прекрасно помнят, что они могли бы... Но могу сказать, Тверь от Москвы, конечно, отличается. Очень сильно. Это да. Ну, просто ей не повезло слишком рада в этом вопросе. Вот. Ну и дальше. Ну и что? Тверь – это Афанасий Никитин, поездка за Треморией, памятник ему. И Михаил Круг. И Михаил Круг, которого тоже на лавочке с ним там сидят все, их часов не ходят тоже все. То есть, по-своему, интересный город, по-своему, там, интересный еще до советских времен царской постройки. Которая еще сохранилась и поддерживается в определенном, ну, нормальном состоянии. Более того, в общем-то, вот год от года ездишь, их там реставрируют. Там привозят все это дело в порядок. То есть, там есть что посмотреть. Там, в конце концов, Волга – это место, в которое... На Волге – это последнее место, куда доходят круизы и теплоходы. А бит до одно – там развалился полностью речной вокзал вообще. Я его в свое время заставал, он еще был целый. Сейчас от него вот в прошлом году ничего уже не было. Ну, надо понимать, что там Волга приблизительно такая же, как у нас Сура в центре города. Да, но она там глубже, естественно. Да, поглубже, конечно же. Поэтому могут заходить туда. Если говорить общее впечатление о данной поездке, что больше всего понравилось? Был ли какой-то такой вау-место, куда захочется еще приезжать? Да, в общем-то, этот круг хотелось бы повторить еще, посмотрев, так как мы потратили на поездку 4 дня, не все успеваешь за 4 дня, голопом по Европам. По-хорошему, там надо ехать неделю вообще, чтобы посмотреть все, что там в окрестностях, что есть. После этого, после вот этих вот поездок, интерес к рекам, интерес к крупным рекам как-то увеличился или остался на том же уровне? Конечно, увеличился. Потому что ось идет в поездке на Алтай. Я был в место, где начало Аби, где сливается Катунь и Бия, соответственно. Поэтому, да, к истоку Брек появился определенный крупный интерес. Я так понимаю, что теперь помимо городов, где удалось побывать, помимо гор, где удалось побывать, теперь, наверное, еще добавится список истоков, где тоже удалось побывать. Да, ну, например, давняя мечта о побывать на истоке Лены совмещает и горы, и озеро Байкал, и это. Тоже достойное место, но оно гораздо тяжелее по способам к нему добираться. В общем, поездка-то удалась. Однозначно. Друзья, вот такая была поездка, вот такие были воспоминания. Напомню, что сегодня в программе «Я путешественник» мы говорили с Элдом Броварником, который рассказывал уже в прошедшем времени, увы, о поездке к истокам на трех великих русских рек, Волги, Днепра и Дона. К сожалению, наша программа не резиновая, время наше ограниченное, поэтому давайте прощаться. Еще раз напомню, наш сегодняшний тревел-гость, Элд Броварник, с вами в течение этого часа был также я, Денис Симонов. Оставайтесь на волне, 102.8 FM, никогда никуда не переключайтесь. Ну, а записи данной программы, так же, как и записи других программ «Я путешественник», смотрите в Ютубе, забивайте «Я путешественник» и получайте виртуальные впечатления от виртуальных путешествий. Ну, а пока, пока, услышимся. Радиопрограмма «Я путешественник» создана при содействии Пензенской региональной общественной организации развития географических исследований, туризма и экспедиционного движения Приволжское географическое общество.